Всем доброго времени суток! Сегодня мы продолжаем работать над нашим аватаром и сегодня мы посмотрим, как можно сделать для него движение. Я закрываю свой демонстрационный ролик и мы сейчас посмотрим, как можно придать движение нашему аватару. Итак, у меня новый проект. Я добавляю в нашу сцену аватар. Вот он у меня. Я немножечко поверну наше поле. Для того, чтобы он двигался достаточно плавно, мы зададим для него определенный путь. Давайте сначала выясним, что такое путь. Это определенная кривая, по которой движется либо какой-то предмет, либо наш аватар, либо камера. Как его добавить в нашу сцену? Заходим на вот эту вкладку и добавляем путь. Если мы переместимся на наше рабочее поле, видите, появился вот такой маркер. Мы левой кнопкой мыши просто щелкаем, передвигаемся в другую точку, снова щелкаем и таким образом у нас появляются новые маркеры. Вот у меня есть три таких маркера. Для того, чтобы наш путь закончился, мы нажимаем правой кнопкой мыши и видим, что наш путь обозначился вот этими уголками. Изначально путь прикрепляется к сетке нашего проекта. Видите, если я покрутила, посмотрела, вот маркеры нашего пути прикреплены к сетке. Если наш путь предназначен для аватаров, то это очень удобно, нам не нужно никуда его двигать. Если вам необходимо, чтобы этот путь не был прикреплен к сетке, вы пользуетесь обычными горячими клавишами. То есть вот мы его можем поднять, вот мы его можем покрутить и мы можем его смасштабировать. Эти горячие клавиши могут изменять наш путь точно так же, как и все остальные предметы. Давайте я пока удалю наш путь, еще раз сделаю новый, потому что нам нужно, чтобы наш путь был привязан к сетке. Итак, я захожу вот сюда, добавляю маркер и вот так вот добавляю путь. Мы можем также изменить его цвет вот здесь вот. Давайте возьмем более светлый, чтобы лучше было его видно. Я немножечко поверну. Если нам нужно отредактировать точки нашего пути, то нам нужно нажать вот эту кнопку. Пока она не нажата, путь редактируется полностью. То есть вы видели, я могла его поднять, повернуть и так далее. Если мы нажимаем на вот эту кнопку, то мы можем редактировать уже конкретные маркеры. Например, я вот беру вот этот и двигаю, к примеру, вот сюда. Куда я подвину, там и будет. Кроме этого, мы можем сделать его линейным или сглаженным. Также мы можем его замкнуть при помощи вот этой галочки. И вот этот последний маркер я просто подвину вот сюда и вот так. Мы можем также добавлять сюда дополнительные маркеры. Вот если мы подведем курсор к нашему пути, нажмем правую кнопку мыши, видите, вот у нас появилось поле для добавления. Мы можем удалить эти точки, если у нас выбран какой-то маркер. Ну вот давайте я выберу вот этот. Тоже нажимаю правой кнопкой мыши. То есть мы можем либо добавить еще, либо удалить. Давайте сначала добавим, а теперь удалим. Вот выделили и удалили. Мы можем перемещать их. Мы уже говорили об этом, да? Также мы можем выделить несколько маркеров. Ну вот давайте я сюда добавлю еще. Если я выбираю вот эту стрелочку и нажимаю клавишу Ctrl, то я могу добавить сколько угодно маркеров. Предположим, нам нужно удалить вот эти выделенные маркеры. Если мы сейчас просто нажмем правую кнопку мыши, видите, все выделение ушло. То есть мы можем сейчас только добавить какой-то маркер. А для того, чтобы их удалить, мы снова нажимаем клавишу Ctrl. Вот, к примеру, я возьму вот этот и вот этот маркеры. Не отпуская клавишу Ctrl, нажимаю правую кнопку мыши и нажимаю удалить. И видите, у нас наши лишние маркеры удалились. Итак, путь мы сделали. Аватар у нас тоже есть. Давайте теперь пустим его по нашему пути. Для того, чтобы наш аватар шел по пути, мы должны прикрепить их друг к другу. Для этого мы выделяем аватара. Ищем вот здесь у нас вкладке, где наш путь. Вот наша вкладка путь. Нажимаем на вот эту кнопку. И нажимаем левой кнопкой мыши на первый маркер. Вот наш аватар прикрепился к началу пути. Теперь нам нужно на шкале времени переместиться в другую точку. Это можно сделать вот здесь. Вот давайте я вот здесь поставлю. Я просто нажимаю левую кнопку мыши. Или вот здесь, вот этим ползунком, это будет то же самое. Давайте передвинем вот этот маркер, чтобы дальше у нас не проигрывался наш проект. И теперь посмотрим, что у нас получилось. Мы возвращаемся в начальную точку. Вот ничего не происходит. Мы прикрепили его только к началу пути. Но вот здесь наш проект останавливается. Возвращаемся в начальную точку. Выделяем снова нашего аватара. Ищем наш путь. Вот видите, здесь у него координаты 0. Теперь мы передвигаем бегунок анимации вот в эту точку. И ставим здесь 100. Давайте теперь посмотрим, что у нас сейчас получилось. Вот наш аватар медленно движется по нашему пути. Что у нас здесь не устраивает. Возвращаемся в начало. Во-первых, его нужно повернуть так, чтобы он шел лицом по пути. Для этого у нас есть вот эта вот галочка. И здесь нам нужно найти то направление, в котором мы должны его повернуть. Ну вот, давайте смотреть. Это нам не подходит. Это нам тоже не подходит. Значит, вот то положение, которое нас устраивает. И посмотрим теперь, что у нас получается. Вот наш аватар уже движется в направлении нашего пути. Давайте сейчас отступим от нашего проекта. Я хочу показать вам еще одну фишку. Вот, к примеру, мы вот этот вот маркер немножко подвинем и сделаем чуть больше кадров. Выделим путь. Давайте его замкнем вот здесь, чтобы у нас получился вот такой эллипс. Переходим снова на аватара. Находим здесь наш путь. Переходим в конец нашего клипа. И вот здесь поставим не 100, а 300. И давайте посмотрим, что теперь у нас получилось. То есть наш аватар движется по пути. Но он движется не один раз, а три раза. Это не все настройки для пути. Их очень много. О них мы будем говорить еще в следующих уроках. Ну, а сейчас вернемся к нашему проекту. Я возвращаю маркер на 400 кадров. Этот ключевой кадр удаляю. Путь наш тоже размыкаю. И аватара ставим. Тут у нас 100. Давайте проверим, вернулись ли мы в свое первоначальное состояние. Да, все у нас нормально. Теперь идем дальше. Нам нужно добавить еще походку к нашему аватару. Потому что не будет же он у нас двигаться просто как робот. Для этого я захожу вот здесь вот в движение. Я выбрала для него вот эту вот. Я ее выделяю. Дважды щелкаю левой кнопкой мыши по ней. И эта походка применилась к моему аватару. Я сейчас просмотрю. Вот видите, он идет по нашему пути. Вот так вальяжно. Ну, казалось бы и все. Но, если мы зажмем левой кнопкой мыши вот этот бегунок, то мы можем медленно просмотреть, что у нас получается. Видите, он какое-то время стоит, а потом только начинает идти. А перемещение у нас начинается с самого первого кадра. Нам нужно это исправить. Как это сделать? Становимся вот здесь на этот ключевой кадр. Находим нашего аватара. Щелкаем на вот эту кнопку. Вот он у нас. Добавляем его в нашу панель времени. И вот мы видим движение, которое мы ему придали. Нам нужно его выделить. Я подвожу курсор к тому месту, где нам нужно будет его обрезать. Щелкаю левой кнопкой мыши. Вот оно у нас выделилось. И вот этой кнопкой обрезаю. Вот это первое движение мы можем удалить. Оно нам не нужно. А это придвинуть сюда. И давайте теперь посмотрим, что у нас сейчас получилось. Вот он начинает идти с самого первого нашего кадра. Но теперь получилось, что он в конце у нас немножечко двигается. Мы можем вот этот вот файл немножечко растянуть. И посмотрим, что получилось теперь. Давайте еще раз посмотрим, что у нас получилось. Ну вот практически то, что нам нужно. На этом первая часть этого урока закончена. Сегодня мы с вами познакомились с понятием путь и как с ним работать. На следующем уроке мы продолжим анимацию нашего аватара. А сейчас я с вами прощаюсь. Всего вам доброго. До новых встреч.